Министерство по налогам и сборам выявило те организации, которые не сдали декларации. Каждая из этих организаций состоит из работников, соответственно, которые тоже помимо руководителей не сдали свои декларации. Но ничего не происходит. По закону все абсолютно очень четко и однозначно трактуется. Те, кто не выполнил, должны покинуть свое рабочее место без права восстановления на госслужбу. Совершенно верно. Как дальше надо действовать? Что вообще по сути должно происходить? По сути, ну вы лучше кого бы то ни было знаете, сколько вы времени ждали этот список. Сначала ваш вопрос был о том, кто не сдал декларации. На ваш вопрос был ответ Министерства по налогам и сборам, кто не опубликовал и так далее. Вы переспрашивали, кто же все-таки не сдал. То есть, ответьте на вопрос, который я задал, да, вы так. Долгое время Министерство по налогам и сборам пыталось как бы ответить, но так, чтобы не ответить, но вроде ответить. Но в итоге Министерство по налогам и сборам выдало первую партию нарушителей закона о декларировании. Открытым текстом указаны организации. Это не безымянные организации, у них есть руководители. Сейчас многие, наверное, это, кстати, мы предупреждали об этом, помните? Вспомните, как шел процесс декларирования. Во всех странах он открытый, громкий, прозрачный. У нас тишина. Президент на эту тему ни разу не провел совещание и не сказал о необходимости заполнения декларации. Ни разу. Премьер-министр, ни разу. Генеральная прокуратура не сказала об этом. То есть, парламент, все хранили молчание. Единственный эфир был, и то тоже под давлением нашей группы и так далее, общественности, когда на вынужденном было сказано, что, так сказать, надо исполнять закон и надо декларировать. Мы предупреждали, что это делается для следующего. Чтобы мои активы не были исследованы на предмет лжи, фальсификации разного рода, которую я подаю народу Абхазии службам, сделать так, чтобы максимально большое количество людей нарушили этот закон по умолчанию. Ну, никто же не мог сказать, не заполняйте, ерунда этот закон, мы его ненавидим. Они же не могли это сказать, да? По умолчанию это все делалось. И огромное количество нарушителей, и теперь этим огромным количеством нарушителей, как мне предупреждали, попытаться прикрыться от действия закона. Дескать, ну куда мы денем здесь тысячи людей, попавших под это... И вот они защищают от мелкого клерка и так далее. В этом плане, кстати, Министерство по налогам и сборам придерживается очень разумной тактики. Они предлагают увольнять не весь коллектив, а руководителей. Народ Абхазии, он состоит из более чем 200 тысяч человек. То есть сотню-другую управленцев, что мы среди 200 тысяч не найдем. То есть вы не согласитесь возглавить, я не знаю, там, центр каких-нибудь стратегических исследований, не найдем руководителя. Или не найдем руководителя, я не знаю, там, ассоциаций разного рода, там, писателей, драматургов, которые там или в горстроя не сможет найти руководителя. Или кого мы? Страна состоит из специалистов, которые с образованием, и которые согласны отчитываться перед населением. Наша цель совсем не, как бы сказать, не нанести ущерб этим людям, которые не подали декларацию. Вопрос не в них. Среди них очень хорошие люди, кстати. Наши друзья, товарищи, родственники. Но это дело принципа. Либо чиновники будут отчитываться перед населением в своих доходах и активах, либо они возомнили себя феодалами. Этот закон нарушает традиционную вот эту феодальную систему. То есть вы, НИСФА, мой руководитель, я не исполняю закон, я исполняю ваши указания, ваши, вот, подыгрываю вам. А вы меня защитите от действия закона. Этот закон нарушает вот это равновесие, потому что начальник вам сказал, а ну оставь. А вы оставили, не задекларировали, вы стали нарушителем, и теперь начальник вас не должен смочь защитить. Вы должны осознать, что надо служить народу Республики Абхазии, а не тому, кто по блату назначил на эту должность. Вот пока этого осознания вот в Долбрино не будет в госслужбу, не зачищена будет госслужба, все вот эти программы, все вот эти мыльные оперы, какой я грамотный, какие вы грамотные, это все мыльная опера. До полной зачистки госслужбы и набору по конкурсу. Вот это есть реальные реформы, настоящие. Согласитесь с тому, что у государства сейчас есть, как никогда, прекрасная возможность не просто зачистить, я вообще, скажем так, не очень люблю это слово, но навести порядок в своих структурах. Почему тогда государство вот уже на протяжении стольких месяцев ничего не делает? Вот у меня есть такая пока неофициальная информация о том, что все материалы уже переданы в Генеральную прокуратуру Абхазии, пока от Генпрокуратуры ни на сайте официально, ни иным каким-то способом в средствах массовой информации, мы еще ничего не слышим. Совершенно верная информация. Переданы материалы задолго до опубликования на вашем сайте о правонарушителях и президенту республики, и премьер-министру республики, и генеральной прокуратуре. Все давно в курсе. То есть это как делается? Я, Министерство по налогам и сборам, извещаю вас, НИСФА, что, допустим, вот ваш сотрудник, уважаемый Никса Нажиба, начальник отдела такого-то, не предоставил в установленном порядке данные декларации, установленные законом в срок, установленные законом в форме, и вы в соответствии со статьей 15 действующего закона обязаны отстранить того же Аман-человека от должности без права восстановления на госслужбе. А он может идти оспаривать это в суде и так далее. Нас иногда пугает, будут оспариваться. Пусть оспаривают. Пусть в суде абхазские руководители, находящиеся на содержании государства, будут говорить, что они не будут отчитываться перед народом Абхазии по декларациям, что они считают, что это ущемляет их права и так далее. Они мало того, что потеряют работу, что они просто потеряют уважение в обществе. Понимаете? И то потеряют, и это потеряют. Таких дураков нету. Никто этого делать не будет. Человек спокойно уйдет. Вопрос в другом. Слушайте, объясните мне. Наши госслужбы не ахты, какой КПД имеют вообще. Иногда даже минусовой. Раздутые штаты. Государство платит вам зарплату. Государство дало вам кабинет, служебную машину, бензин. Оплачивает ваши командировки. Оплачивает издания ваших трудов, которые, по сути, это плагиат и макулатура, по большому счету, в основном. А вот бутафории вот это все оплачивает. Вы набираете родственников в свои же учреждения, друг другу помогаете и так далее. Вот это все вы целиком, полностью, ваше благосостояние материальное основано на госресурсах. Все ваше величие, оно оттуда. Используются все ресурсы. И вы не хотите этому государству отчитаться по своим источникам доходов и по своему имуществу. То есть, либо у вас что-то не так в источниках доходов, у вас криминальные источники доходов и криминально нажитое имущество, которое вы не хотели бы, либо вы умышленно саботируете этот закон в надежде, что по умолчанию поможете общему делу саботажа. И то, и другое говорит о том, что вы не соответствуете своей должности. И вы отстраняетесь по закону. Это не 1937 год, их в ГУЛАГ никто не отправляет. Человек не смог заполнить бланк декларации. Какой прогресс, что он может сделать, декларацию не может заполнить. Месяцами говорили, месяцами. Средства массовой информации, закон, президент подписал. Месяцами говорили, люди вот так реагируют. В течение нескольких месяцев убеждений невозможно чиновника заставить заполнить бланк. Конечно, от него надо, это вполне логично. Владимир Владимирович Путин заполняет декларацию. Понимаете? Он считает нужным отчитаться это правило современной госслужбы. Не африканская, где мы друг друга скидываем, перевороты устраиваем, родственников собираем, врываемся в кабинет. А вот настоящие, цивилизованные. Госслужбы, правила, они такие. Что, кстати, недавно человек спрашивал, что будет с должностным лицом, которое не произведет увольнения. Если вас проинформировали о том, что я нарушитель закона о декларировании, должен быть по статье закона отстранен, а вы меня не увольняете, это как минимум ваше служебное несоответствие. То есть вы притворяетесь, делаете вид, что вы не слышите то, что не прочитали, не увидели и так далее. А это легко доказать, что вы видели, что вы бездействовали, бездействовали умышленно. И таким образом, если вы... Вы становитесь тоже нарушителем. То есть вы укрыватель правонарушителей, вы покрываете нарушителей закона о декларировании, декларирующих собственность чиновников, вы их укрываете. А действия закона вы пособником являетесь, по своей сути. Меня, знаете, что удивляет? Наша оппозиция. Она меня удивляет. Оппозиция во всех странах традиционно хочет доказать недвеспособность власти, неконструктивность и так далее. Это во всех странах. В Англии, в Абхазии. Сюжет один. Вот идеально, вот идеальный пример. Идеальный, законный механизм. Вместо того, чтобы устраивать эмоциональные ошибки, да? Это эмоциональные ошибки. У вас есть идеальный инструмент. Вы говорите, вот, не сваливаете. Почему вы не увольняете правонарушителей? Вы скажете, я не вижу. Ну как же не вижу? Когда вот, вот, видите. Теперь видите? Да. Когда вы их уволите. Либо вы их уволите, либо вы их пособник. Нарушители закона вы пособник. Понимаете? То есть идеальная конфигурация. Юридическая, настоящая, атаки. Оппозиция не идет по этому пути. Оппозиция идет по традиционному нашему пути. И вот мы по-привычному вы, я больше патриот, херая, ха, фи предатель, шома, хан, бас, бас, шам. Да? Ну, прямой нет. А так. Я хотел бы обратить внимание на немаловажный факт. Многие считают, кстати, вы тоже, что президент ошибся, когда в Тхуарчал заговорил о продаже недвижимости. А я считаю, это очень умный просчет. Я объясню, почему. Неисполнение закона нашего по зачистке госслужб, проблемы в электричестве, проблемы там, проблемы там, куда надо перевести негатив и общественные негодования. Президент говорит о том, что он за легализацию недвижимости. Он так говорит, не в парламенте, не в комиссии, которая организована им по конституционной и так далее реформе, не на совещании, встреча с людьми. Отклик был такой со стороны общества, такой, нях ты. Что сказали, нет там и так далее. Проходит неделя, следить за картами надо. Неделя проходит, президент говорит о том, что нам надо поделиться частью суверенитета. Ничего конкретного, опять-таки. И на этот раз общество, как бы это сказать, подкидывается на это дело. Вот, суверенитет не дадим. И протест становится не антиправительственный, не антипрезидентский, а антироссийский. То есть, с одной стороны, пророссийская власть, а с другой стороны, антироссийские какие-то настроения и так далее. То есть, если было бы разделение, те люди, которые хотят зачистить госслужбу по закону о декларировании, вместо родственников, конкурсный подбор, такое разделение опасно для власти. А вот разделение, я пророссийский, вы антироссийское, меня вполне устраивает. А почему это на такую благодатную почву легло? И почему, несмотря на очевидность вот этого неудобного ракурса для такой информационной атаки на власть, оппозиционные деятели идут на это? Почему? Потому что они тоже занимают выгодную для себя нишу. Вот если я требую увольнения в ВАСНИСФА, там руководителя группа, мупа и так далее, там вы можете напасть на меня со своими родственниками и так далее, там ужас может произойти, да? А я буду бороться, ну, не знаю, там против российского руководства, оно ничего не сделает. Оно мне пришлет пенсию, будет на границе солдаты русские меня защищать, по инвест-программе, там дорогу отремонтирует. А безопасно, раз, решительно, в общественном сознании, мы не то, что там с какими-то там, это, директорами, предприятиями, там, с министерством по налогам, мы здесь с Россией боремся, представляете себе, да? То есть вот подмена реальной повестки, реальной, на пиар-повестку, чтобы не решать внутренние проблемы, она губительна для страны. Если вы вспомните, помните эпопею с нефтью, мы же с вами, я тогда вам говорил, не с вами, пустое это дело, никакой добычи не будет, следовательно, разлива не будет нефти, но вы помните, какие у нас эмоции были. Одни говорят, мы как в Катаре сейчас все там, пара колод, другие говорят, не дадим природу, они занимают удобные ниши информационные, и просто статус-квор сохраняется. А тем временем, сохраняется вот эта стабильность коррупции, колонавости, нищеты, бесправия, криминала. Мы не проводим реформы, понимаете? Мы топчемся на месте и имитируем реформы. Так долго продолжаться не может. Страна треснет. И, видать, думая, что лучше она пусть треснет, пророссийский неправильно, выгодно пусть треснет, да, чем так, да? Не та, вот, как бы сказать, повестка. Нельзя так. У нас есть один орган, который следит, бдит, если хочешь, за исполнением закона. В настоящее время Генеральная прокуратура Абхазии, Министерство внутренних дел, служба госбезопасности никак не реагирует и делают вид, что не видят массового нарушения закона о декларировании. Не помогайте, пожалуйста, властным структурам перевести тему, перевести тему от конкретики в рассуждение общего характера. Нет, нет, я сейчас как раз-таки ко всем остальным структурам меньше у меня вопросов, потому как я конкретную претензию... Генеральная прокуратура несколько месяцев назад получила... Вот, об этом я... Как ты думаешь, почему они не проводят, ну, не выполняют то, собственно, ради чего эта Генеральная прокуратура существует? Генеральная прокуратура Потому что придется начать настоящую зачистку госслужб. Сначала это, многие говорят, сколько еще больше нарушителей выявится. Это проверены только те, кто не сдал. До сих пор не начата проверка фактов лжи в декларациях. За факты лжи в декларациях тоже будут увольнения, и они будут еще более массовые. То есть человек, который публично врет своему работодателю, народу Республики Абхазии, по действующему закону о декларировании, отстраняется от занимаемой должности. То есть это настоящая реформа. Чтобы избежать настоящей реформы, единственный вариант – это имитировать реформу. Как заставить? Очень просто. Кто должен это делать? Очень просто. Массово требовать это. Массово требовать от наших депутатов парламента этого. Массово требовать от президента, от примера, либо уволить нарушивших данный закон, либо взять вину на себя и сказать, что это по нашей вине так произошло, и теперь мы уйдем. У действующего президента на самом деле нет никакого выбора, кроме как исполнения этого закона, либо ввергнуть Абхазию в окончательный хаос, где группировки будут штурмовать здания, кто-то попытается больше пророссийским показаться, кто-то больше там, я не знаю. И вот это либо так, либо так. Вот это рубиком. Не получится по-старому сымитировать, мы с вами там это представление, я в костюм одену, вы мне что-то, вы грамотные, вперед, наши родственники аплодируют в интернете. Вот эта вся деревенская халтура, она уже не работает. То есть фактически выбора не осталось? Никакого. Либо вы исполняете закон, либо становитесь правонарушителем. До сих пор не открыта база данных для служб. То есть, до какой степени надо бояться закона, чтобы не только не говорить о нем, а не открыть детали для своих же инспекторов, прокуроров, милиционеров, офицеров службы госбезопасности, да? То есть, рядовой сотрудник может вывести на чистую воду очень больших людей и очень быстро, понимаете? Часто говорят, мы читаем там, без адреса, без ничего, полуразрушенное здание в Абхазии. Может, это вот этот савмин? Может быть, этот савмин, он вполне возможно оформлен на вас. Там же всплывает, понимаете? Но они же не Иисус Христос, они не могут там двумя рыбами, пятью хлебами, там 15 тысяч человек накормить. Это не бывает. 15 тысяч рублей и огромные богатства, разница это на раз-два. Объявлен конкурс. Я понимаю, кстати, я очень сочувствую, чисто по-человечески, Джан Суху и Даровича Нанба. Он, на самом деле, между двух огней. С одной стороны, общественность, которая требуется, с другой стороны, власть и все эти структуры. И вот, ну, Закуфьазу я ему сочувствую. Он первую партию правонарушителей уже обнаружил, это замечательно. Дано объявление о конкурсном подборе кадров. Конкурсный подбор кадров и закон о декларировании. Это то, вот, к чему мы шли с 12-го года. Раньше нас никто больше нас, никакой политик, больше вот вас, Никсона Ажиба, Боты Ажиба, я не знаю, там, Роланда Хагба, никто больше вот этой общественности не сделал. Понимаете? Идите. Среди, есть юристы, экономисты по образованию, идите, работайте. Вот это должно быть, знаете, как, вот как взятие трои. Вот троянский конь, деревом обшит, и вот вы должны войти туда и открыть ворота. Госслужбы для народа. Идите, подавайте документы, выигрывайте собеседование, и мы вас поддержим. То есть здесь сопротивление, на самом деле, этой инициативам, вот такое изощренное увиливание и так далее, оно уже контрпродуктивно. Сейчас анонимы, анонимщицы там начнут в интернете там нападать, это все, это вот эти уличные попытки вот какие-то, вы нас оскорбили, Ан, и так далее. Мы все эти, вот эти этапы, господи боже, мы все прошли, ничего не работает, единственное, что работает, это сотрудничество с общественностью, зачищение госслужб, это работает. Что там, по большому счету, вы его час, любой проверяющий, да, в интернете просто, вот сколько грязи, видите вы, да, скидывайте, у вас есть информация по активам и так далее, постоянно, да, скидывайте сюда информацию, он эту информацию отсеет, все, процент попадания там будет. И это сотрудничество в конструктивном русле, сотрудничество с общественностью. Вот так оно и строится, без отрыва от общественности, с отрывом от общественности, вот, на своем совещании или расширенном совещании никаких результатов вы достигнуть не можете, вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!